Новая неделя началась с заседания оперативного штаба в администрации Люберец. Руководители управления и ведомств подвели итоги проделанной работы за прошедшую неделю. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Личный состав Люберецкой полиции продолжает нести службу в усиленном режиме. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране. Кроме того, на прошлой неделе стражи порядка работали на избирательных участках. В то время, когда одни сотрудники МВД обеспечивали безопасность на голосовании, другие раскрывали преступления. Было получено 2150 обращений. 29 преступлений было совершено, 23 раскрыты по горячим следам. Также было 148 ДТП. Из них 4 пострадали. 62 выезда по сигналу тревоги, ликвидация 10 пожаров и помощь коллегам из соседнего района. Такой выдалась неделя Люберецких огнеборцев. На возгораниях, которые произошли на территории округа, пострадавших не было. 1 июля в Люберцах, Горстановый, дом 4, строительные мусор, здравостройки. Второй пожар в Люберцах, это города 6 июля, поселок Мавку, Соколин, дом 13, дом 30. Постройки на территории частного домовладельца. В городском округе продолжают действовать антивирусные меры. Ежедневно в местах скопления людей проводится дезинфекция. Санитарные обработки подвергаются детские, спортивные площадки и остановке общественного транспорта. При уборке подъезда в управляющей компании по-прежнему используют хлора и спиртосодержащие растворы. Ведется мониторинг и анализ поступивших обращений в социальных сетях по вопросу уборки. Вместо общего поля для дезинфекции наблюдается снижение поступивших обращений. Участники заседания выслушали доклады о ремонте и содержании дорог, ознакомились с работой службы 112 Центра занятости и Люберецкой областной больницы, а также выслушали обращения жителей, поступающих в администрацию. На этот раз люберчане просят привести в порядок территорию на улице Попова, убрать строительный мусор с улицы Озерная, а также отремонтировать ямы в поселке Октябрьский.